Здравствуйте! Сегодня на лекции аудирования мы будем отвечать на вопросы к заданиям. На лекции чтения мы будем практиковаться в составлении текста из данных нам предложений, а также будем правильный выбирать ответ на вопрос к тексту. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. КОНЕЦ Итак, к тексту нам заданы два вопроса. На первый нам нужно ответить, почему, по какой причине было давно объявление. И второй вопрос, нужно выбрать правильный ответ, который подходит по смыслу к тексту. Давайте для этого переведем на русский язык. Аня Асимника! Здравствуйте! Мечу суёй рэн каждую неделю в среду уривеса в нашей компании КАДЁК САРАНГЕ НАРИ МНИДА – День любимой семьи. Нээль завтра КАДЁК САРАНГЕ НАРИ Нэн – День любимой семьи. БОДУ ДЭЩЕЙ ТВЕГА НАСЯКИ ПАРАМНИДА – Просим всех закончить работу в 4 часа. В этот раз или в этот особый раз в 회사에서 кейкеры ЧУМБЕСИМНИДА – Наша компания приготовила торты. Нээль ТВЕГОН ХАСИЛЬ ТЭ – ЗАВТРА ПО ПУТИ С РАБОТЫ САМЧИНЕ ИННЫН СИКТАНЕ САО – На третьем этаже в столовой ПАДАГАСИГИ ПАРАМНИДА – ЗАЙТИ И ПОЛУЧИТЬ. Получается? Просим завтра по пути с работы зайти в столовую на третьем этаже и получить. ТОРТ Желаем вам хорошего времени с семьёй. КАМСАМНИДА – Спасибо. Давайте теперь посмотрим на ключевые слова в этом тексте. Ключевыми словами будут МЕДЖУ СУЮЁЕЛЬ – КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ В СРЕДУ. КАДЁК САРАНЕ НАЛ – ДЕНЬ ЛЮБИМОЙ СИМЬИ. ДЭСЬЕ ТВЕГОН – В ЧЕТЫРЕ ЧАСА УХОДИТЬ С РАБОТЫ. ТЫК ПЁРЭЙ ИБОНЕ – В ЭТОТ ОСОБЫЙ РАЗ КЕЙКЫРЫЛ ЧУМБЕСИМНИДА – Приготовили торты. Где эти торты? Эти торты На третьем этаже в столовой. То есть на третьем этаже в столовой можно получить торт. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. Чтобы объявить об особенном дне в офисе. Номер два. Чтобы объявить о выходном в офисе. Номер три. Чтобы изменить место приготовления праздника в офисе. Номер четыре. Чтобы объявить о подарке от компании. Итак, это объявление было сделано, потому что в среду особенный день, день любимой семьи. И в этот особенный день, именно в этот раз, компания приготовила торты. Получается правильный ответ. ЧОНГДАП. Номер четыре. ФЕСАЕ СОЧУНЫН СОНГМУРЭЛ АЛЁЧУЛЁГУ. Теперь давайте найдем тот ответ, который нам подходит по смыслу с текстом. Номер один. И ВЕСАЕ СИКТАННЫН САЧИНЕЙСЫМНИДА. Столовая этой компании находится на четвертом этаже. Номер два. И ВЕСАННЫН СУЁЮЮЛ МАДА КЕЙКРЫЛ ЧУМНИДА. Эта компания каждую среду дает торты. Номер три. В день любимой семьи с работой уходят в четыре часа. Номер четыре. В день любимой семьи семья приходит в офис. ЧОНГДАП. Правильный ответ будет номер три. В день любимой семьи с работой уходят в четыре часа. Теперь давайте посмотрим на грамматику в этом тексте. У нас было такое предложение, которое заканчивалось. СИГИ ПАРАМНИДА. СИГТАННЫ САЛ ПАДА ГАСИГИ ПАРАМНИДА. Зайти в столовую и взять. ПАРАМНИДА переводится как желать, но в том смысле, что просить. Допустим, ГАСИГИ ПАРАМНИДА. Мы вас просим уйти. Если зайти в столовую. СИГТАННЫЕ ГАСИГИ ПАРАМНИДА. Мы вас просим, мы желаем, мы хотим, чтобы вы зашли в столовую. 내일 보내시기 ПАРАМНИДА. Прошу вас отправить завтра. То есть, когда вы хотите попросить кого-то сделать что-то, вы можете просто сказать СИГИ ПАРАМНИДА. 내일 보내시기 ПАРАМНИДА. КАСИГИ ПАРАМНИДА. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. О, это что-то? Это что-то? ПАРАМНИДА. 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 Итак, в этом диалоге у нас два задания. Первое задание, нужно ответить, о чём говорят собеседники. И второе задание, нужно найти правильный ответ, который бы совпадал по смыслу с текстом. Давайте для этого переведём на русский язык. О, это что-то? Тисчочина. О, что это? Это рубашка. ПАРАМНИДА. 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 Но так как это подарок, раздумываю. 혹시, случайно, 상자 안에 кёванку не 없어요? В коробке нет купона на обмен? 요즘엔 обычно 다른 물건으로 바꿀 수 있는 교환권을 선물에 넣어주는데요. обычно в подарок кладут купонный обмен, по которому можно поменять на другую вещь. А, 여기 상자는 있네요. А, здесь коробки есть. 이걸 가지고 가면 바꿀 수 있어요? Если его отнести, то можно поменять? 네, да. Итак, можно поменять. Что можно поменять? 선물 받은 물건으로, подарок, 교환권. Если у вас есть купон на обмен, получается, если вы пойдете в ближайший универмаг с подарком и купоном на обмен, то можете поменять. 친구에게 부탁하지 않고, так как можно не просить друга или подругу, и 직접 바꿀 수 있으니까 변하겠네요. Самой поменять это очень удобно. Чтобы ответить на задание, давайте выделим ключевые слова. Итак, ключевые слова в диалоге такие. 티셔츠, рубашка. 친구가 선물ю 준. Друг или подруга подарила. 사이즈가 커요. Размер большой. Паку고 싶은데, хочу поменять. 교환권을 선물에 넣어주는데요. В коробке должен быть купон на обмен. 상자 안에 있네요. Он есть в коробке. Пакуль 수 있어요. Можно поменять. То есть, если есть купон на обмен, можно поменять. 백화 다음에 пакуль 수 있어요. Получается, да, в универмаге можно поменять. 직접 пакуль 수 있으니까, так как можно самой поменять. 변하겠네요. Это очень удобно. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Итак, о чем говорят люди в диалоге. Номер 1. 손 무를 사는 장소. О месте, где можно купить подарки. Номер 2. 손 무를 교환하는 방법. О методе, как можно обменять подарок. Номер 3. 손 무를 주고 싶은 사람. О людях, которым хотят подарить подарки. Номер 4. 손 무를 교환할 수 있는 기간. Период, когда можно поменять подарки. Итак, по нашим ключевым словам, мы знаем, что девушка получила подарок. Хочет его обменять. И мужчина объясняет, как это сделать. 정답. Значит, правильный ответ номер 2. 손 무를 교환하는 방법. О методе, как можно обменять подарок. Теперь давайте найдем правильный ответ, который по смыслу подходит с текстом. Для этого переведем на русский язык. Номер 1. .. Sounds Е자는 선물 교환을 친구에게 부탁했습니다. Женщина попросила друга или подругу поменять подарок. 3. Е자는 사이즈가 큰 티셔츠를 선물 받았습니다. Женщина получила в подарок рубашку большого размера. 4. Е자는 친구에게 주려고 티셔츠를 가지고 왔습니다. Женщина взяла с собой рубашку, чтобы отдать другу или подруге. Из ключевых слов мы знаем, что женщина или девушка получила подарок. Получила она рубашку и хочет ее обменять потому что она ей большая. 정답, правильный ответ номер 3. Е자는 사이즈가 큰 티셔츠를 선물 받았습니다. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 선생님, 안녕하세요. 요즘 저희 아이가 책을 잘 안 읽어요. 그래서 걱정이 돼서 왔어요. 네, 여기 앉으세요. 아이가 책 읽는 걸 싫어하면 만화책부터 보여주는 건 어떨까요? 만화책이요? 그러면 아이가 만화책만 좋아하지 않을까요? 만화책에서 본 내용이 재미있으면 다른 책도 찾아서 읽게 되니까요. 아, 그러면 책 읽는 습관을 기를 수 있어서 좋을 것 같네요. 네, 또 어려운 내용을 쉽게 이해할 수 있어서 공부에 도움도 돼요. 그래서 요즘 아이들은 만화책을 많이 읽어요. Давайте переведем диалог на русский язык. 선생님, 안녕하세요. Здравствуйте. 요즘 저희 아이가 책을 잘 안 읽어요. В последнее время наш ребенок не читает книги. 그래서 걱정이 돼서 왔어요. Поэтому я беспокоюсь и пришла к вам. 네, 여기 앉으세요. 음, да, садитесь сюда. 아이가 책 읽는 걸 싫어하면, если ребенку не нравится читать книги, 만화책부터 보여주는 건 어떨까요? Как насчет того, что показать ему комиксы? 만화책이요? комиксы. 그러면 тогда 아이가 만화책만 좋아하지 않을까요? Тогда ребенку не будут нравиться только комиксы. 아니에요, нет. 만화책이 책을 읽는데 도움이 돼요. комиксы помогают читать книги. 만화책에서 본 내용이 재밌으면, если в комиксе интересная история, 다른 책도 찾아서 읽게 되니까요. 또 начинаешь искать и читать другие книги. 아, 그러면, 아, тогда 책 읽는 습관을 기를 수 있어서 좋을 것 같네요. Это поможет выработать привычку читать книги, что хорошо. 네, да. 또 어려운 내용을 쉽게 읽을 수 있어서. Еще, так как сложное содержание можно легко понять, 공부에 동두 돼요. полезно и для учебы. 그래서, поэтому 요즘, в последнее время, 아이들은 만화책을 많이 읽어요. дети много читают комиксов. Итак, вопрос к этому заданию. Почему женщина пришла к мужчине? То есть, по какой причине? Давайте для этого сначала выделим ключевые слова. Ключевые слова этого диалога такие. А이가 책을 잘 안 읽어요. Наш ребенок не читает книги. 책 읽는 걸 싫어하면 만화책부터. Если не нравятся ребенку книги, то тогда нужно начать с комиксов. 만화책 재미있으면, если комиксы интересны, 다른 책도 찾아서 읽게 되니까요. То начинаешь искать и читать другие книги. 책 읽는 습관을 기를 수 있어서. Это также поможет выработать привычку читать книги. 어려운 내용을 쉽게 이해할 수 있어서. Так как сложное содержание можно легко понять. 요즘 아이들. Последнее время дети 만화책 많이 읽어요. Много читают комиксов. Итак, почему женщина пришла к мужчине? Давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 만화책을 읽고 싶어서. Так как хочет читать комиксы. Номер 2. А이가 공부를 잘 붙어서. Так как ребенок плохо учится. Номер 3. А이가 책 읽기를 싫어해서. Так как ребенку не нравится читать. Номер 4. 만화책을 읽고 싶어서. Так как хотела узнать хорошие стороны комиксов. Итак, по нашим ключевым словам мы знаем, что женщина пришла к учителю, потому что ребенку не нравится читать. И учитель предложил начать с комиксов. 정답. Это и есть наш правильный ответ. Номер 3. А이가 책 읽기를 싫어해서. В этом задании нужно найти правильный ответ, который по смыслу подходит к тексту. Давайте переведем на русский язык. Номер 1. 요즘 아이들은 만화책을 읽지 않습니다. В последнее время дети не читают комиксы. Номер 2. 만화책으로는 어려운 내용을 이해하기 힘듭니다. Через комиксы трудно понять сложные истории. Номер 3. Если книга интересная, то ищет комиксы, чтобы прочитать. Номер 4. Если читать комиксы, то можно выработать привычку читать книги. По ключевым словам мы знаем, что в последнее время дети много читают комиксов. Также через комиксы легко понять сложные истории. И также мы знаем, если читать комиксы, то можно выработать привычку читать книги. 정답. Это и есть наш правильный ответ. Номер 4. 만화책을 읽으면 책 읽는 책을 읽는 책을 읽습니다. В этом задании нам даны 4 предложения. Их нужно поставить в таком порядке, чтобы получился полноценный текст. Давайте вместе попробуем это сделать. Для этого давайте переведем на русский язык. Ка. Больпен으로 글을 쓰면, если написать текст ручкой, чеугеру 지울 수 없습니다. То его не стереть стератильной резинкой. На. 내일 쓰기 시험을 볼 때, завтра на письменном экзамене, 이 볼пен을 사용하려고 합니다. Я собираюсь использовать эту ручку. Да. 그런데, но, чеугеру 지울 수 있는 пульпенель чингуант에서 받았습니다. Итак, чингуант에서 받았습니다. Но. Я получил, или я получила от друга, или подруги, что? Пульпен을, ручку. Какую? циугеру 지울 수 있는, которую можно стирать стирательной резинкой. Получается, но я получила от друга ручку, которую можно стирать стирательной резинкой. Ра. 그러면 тогда, 잘못은 그를 쉽게 지울 수가 있어서, так как можно легко стереть то, что неправильно написано, 편альгутка цемнида, и это кажется удобным. Итак, чтобы поставить предложение в правильном порядке, нам с вами нужно сначала найти первое предложение. Первое предложение заключает в себе смысл всего текста, либо оно нас знакомит с тем, что может встретиться в тексте. Из четырех предложений, такое предложение у нас под К. Если написать текст ручкой, то его не стереть стирательной резинкой. То есть это предложение, оно знакомит, что же может быть дальше в тексте. Теперь давайте посмотрим на предложение, которое может следовать за этим. У нас есть предложение под «да», но я получила от друга ручку, которую можно стирать стирательной резинкой. То есть получается, если написать текст ручкой, его не стереть, но этот человек получил ручку, которую можно стереть стирательной резинкой. И у нас остается два предложения. Следующее предложение по смыслу нам подходит на. Завтра на письменном экзамене я собираюсь использовать эту ручку. И остается четвертое предложение «ра». Тогда легко можно стереть то, что неправильно написано, и это кажется удобным. Получается правильный ответ «ка», «да», «на», «라». 정답. И это есть номер три. «ка». 그 동전들은 этими монетами 보통 обычно 한국에서 в Корее 사용할 수 없습니다. Пользоваться нельзя. «на» 공항보스 맵뼈서에서 그곳으로 별을 살 수 있기 때문입니다. Итак, предложение заканчивается на ИТКИ ТАЙМУНИМНИДА, поэтому переводим с конца. Потому что, потому что, что 공항보스 맵뼈서에서 в кассе билетов на автобус аэропорта 그곳으로 별을 этим, а в нашем случае монетами, можно купить билет САЙСУ ИТКИ ТАЙМУНИМНИДА. Получается такое предложение. Потому что в кассе билетов на автобус аэропорта можно купить билет на эти монеты. Да. 중국이나 일본에 다녀온 후에 иногда после приезда из Китая или Японии 동전이 남을 때가 있습니다. Остаются монеты. РА. КРОНДЕ, НО, ИДЕ, ТИПЕРЬ, КЫ ТОНГЧОНГУРУ. На эти монеты КУНГАНБУСЫРЫ ТАЙСУИКИ ТЫОСИМНИДА. Можно поехать на автобусе аэропорта. Итак, нам нужно поставить предложение в правильном порядке, чтобы получился текст. И у нас с вами есть такое предложение, которое знакомит нас с текстом. Это было под ДА. Иногда после приезда из Китая или Японии остаются монеты. Итак, эти монеты остаются, и что же дальше? У нас есть предложение под КА. Этими монетами обычно в Корее пользоваться нельзя. НО, РА. Но теперь на эти монеты можно поехать на автобусе аэропорта. И заключительным предложением получается НА. Потому что в КАСе билетов на автобус аэропорта можно купить билет на эти монеты. Получается порядок такой. ДА, ГА, РА, НА. ЧОНГДАБ. И это и есть наш правильный ответ. НОМЕР ДВА. Давайте переведём на русский язык. КУТКИГА МАНЫН САРАМДЕРИ СЩИПКЕ ХАЛЬСУ ИНЫН УНДОНИМНИДА. КИЙОК. ХАЗБА ПЕШКОМ ЭТО СПОРТ, КОТОРЫМ МНОГИЕ МОГУТ ЗАНИМАТСЯ СЛЁГКОСТЬЮ. КОННЫНГОСЫН ХАДИТ ПЕШКОМ КОНГАНЕ ДОУМИ МАНИ ДВНИДА. НИЫН. ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ДАРИМАН УМЗИГИМЕНСЯ КОННЫН ГОСЯ АНИГО. ОНМОМИ УМЗИГИГЕ ДЕГИ ТЕМУНИМНИДА. ИТАК, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАКАНЧУЮТСЯ НА ТЕМУНИМНИДА. Переводится как ПОТОМУ ЧТО. Так что же ПОТОМУ ЧТО? ДАРИМАН УМЗИГИМЕНСЯ КОННЫН ГОСЯ АНИГО. ПОТОМУ ЧТО ДВИГУЮЮЩЯ НИ ТОЛЬКО НОГИ, А ОНМОМИ УМЗИГИГЕ. АВСЁ ТЕЛО. ПОТОМУ ЧТО ДВИГУЮЮЩЯ НИ ТОЛЬКО НОГИ, АВСЁ ТЕЛО. ГРОНДЕ НО КОТКИ УНДОГУЮ ХАЛЬТЕЙНЕННЫ. ПРИ СПОРТИВНОЙ ХОДБЕ. ЧЕНЧЕНИ КОТКИ СИЗАК КЕСАО ХАРАШО ИЛИ ПОЛЕЗНО НАЧИНАТЬ ХОДИТЬ МЕДЛЕНО. ИЛИ НАЧИНАТЬ МЕДЛЕНО ИТТИ. И. И ПОТИХОНЬКУ УВЕЛИЧИВАТЬ СКОРОСТЬ. И. ИРОКЕ АНЫНГОСИ КУНГАНГИ ТОУМИ МАНИТЫМНИДА. Такая ходьба более полезна для здоровья. Итак, в этом задании у нас предложение, которое нужно вставить в текст. Вместо КИОК, НИО, ДИГОТ или РИОЛЬ. Давайте его переведем для начала на русский язык. ОЛИ НАИ ПУТО ДАЙГА МАНЫНСАРАМ КАДИ. От детей до людей возрасте. БОДУ СИПКЕХАСЫ СИМНИДА. Любой может легко этим заниматься. Теперь давайте посмотрим на весь текст. У нас было первое предложение, что ходьба пешком – это спорт, которым многие могут заниматься с легкостью. И наше предложение заданий как раз подходит по смыслу после этого предложения. Получается, ходьба пешком – это спорт, которым многие могут заниматься с легкостью. От детей до людей возрасте. Любой может легко этим заниматься. ЧОНГДА. Правильный ответ номер один. КИОК. Предложение как раз хорошо подходит по смыслу вместо КИОК. В следующем задании нам нужно выбрать правильный ответ, который по смыслу подходит к тексту. Для этого давайте выделим ключевые слова. КУТКИНЫН ХАДЬБА ПЕШКОМ СИПКЕ ХАЛЬСУ ИННЫН УНДОНИМНИМНИДА. Спорт, который легкий, которым можно заниматься с легкостью. КУНГАНЬЕ ДОУМИ ДЕМНИДА. БОЛЕЗНО ДЛЯ СДОРОВЬЯ. ОНМОМИ УМЗИГИГЕ ДЕГИТЕМУНИМНИМНИДА. ПОТОМУ ЧТА ДВИГАЕТСЯ ВСЁ ТЕЛА. КУНГАНЬЕ ДОУМИ ДУМАНИ ДЕМНИДА. БУДЕТ БОЛЕЕ ПОЛЕЗНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. Теперь давайте посмотрим на 4 ответа. Номер 1. САРАМДЕРЫН КОРЫЛ ТЕ, КАГДА ЛЮДИ ИДУТ, ОНМОМИ УМЗИГИГЕ ДЕМНИДА. ДВИЖЕТСЯ ВСЁ ТЕЛА. ИЛИ В ДВИЖЕНИЕ ВСЁ ТЕЛА. Номер 2. ДАРИМАН УМЗИГИМЕНСЯ ДВИЖУТСЯ ТОЛЬКО НОГИ И КОННЫНГОСИ КОНГАНИ ЧОСЫМНИДА. БОЛЕЗНО ЭТО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. Номер 3. КОТКИ УНДОГУЮ ЧООМ ПУТА ПАЛЛИ КОННЫНГОСИ ЧОСЫМНИДА. Спортивная ходьба хороша, когда сразу же идёшь быстро. Номер 4. ЧОНЧЕНИ ОРЫ КОННЫНГОСИ КОНГАНИ ЧОСЫМНИДА. Медленная ходьба более полезна для здоровья. Итак, с ключевых слов мы знаем, что полезно для здоровья, когда начинаешь идти медленно и потихоньку увеличиваешь скорость. Также мы знаем, что движутся не только ноги, но всё тело. И это хорошо. Получается, ЧОНГДАП, правильный ответ номер 1. САРАМ ДЕРЭН КОРЭЛЬТЕ ОН МОМИ УМДИГИ ГИТЕМНИДА. Сегодня на лекции аудирования мы с вами попрактиковались в ответах на вопросы к заданию. Одним из которых было найти предложение, которое по смыслу подходит к тексту или диалогу. Чтобы найти правильный ответ, нужно выделить ключевые слова. Сегодня на лекции чтения мы с вами попрактиковались в составлении предложений в том порядке, чтобы получился полноценный текст. Еще раз напоминаю о том, что первое предложение часто заключает в себе смысл всего текста, и определение его поможет вам легко найти остальной порядок предложений. Также мы попрактиковались в ответах на вопросы к тексту. Для того, чтобы выбрать правильный ответ на вопрос, о чем говорится в тексте, нужно обратить внимание на ключевые слова. Спасибо и всего хорошего! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!